Уважаемые жители Десногорска, в продолжении темы развития коронавируса в нашем городе решите представить вам некоторые цифры и факты, которые складываются на сегодняшний день в нашем городе. За последнее время, можно сказать, за последнюю неделю мы перестроили работу нашего учреждения и организовали как дополнительные койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, так и провели ряд мероприятий по организации работы в амбулаторно-поликлиническом звене. Был перераспределен поток пациентов на госпитализацию, поэтому в освободившееся здание инфекционного корпуса была создана поликлиника для инфекционных пациентов. Кроме того, сейчас в данный момент организуется колл-центр для доступности общения с пациентами и возможность предоставить всем желающим задать вопросы по теме коронавируса. В настоящее время закуплены телефонные аппараты, закуплены телефонные номера, люди переведены на работу в это подразделение и сейчас отлаживаются механизмы этой работы. За последнее время увеличилось количество вызовов на дом и вызовов скорой помощи. Теперь все неотложные вызова обслуживаются скорой помощью. Для этого дополнительно сформирована бригада скорой помощи, теперь и в городе не 2, а 3, и выделен дополнительный автотранспорт до 4 единиц, чтобы могли более эффективно оказывать эту помощь. Для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся пациентам с новой коронавирусной инфекцией, было принято решение об увеличении коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией до 100. Для этого срочно было организовано новое отделение на базе отделения профпатологии, которое имеет отдельные входы для персонала и для поступающих пациентов. Там в течение буквально двух дней были проведены ремонтные работы по созданию шлюза и фильтра. Соответственно, теперь это подразделение соответствует всем санитарным противоэпидемическим нормам. Там есть возможность разделения на грязную чистую зону и на шлюзы. Это новое подразделение предполагается для лечения пациентов в легкой форме и пациенту, который нуждается в долечивании, которые не требуют интенсивного лечения, которые не нуждаются в кислородотерапии. После открытия были часть переведены пациентов именно на эти койки, где сейчас они продолжают лечение. Если в семье кто-то заболел, в связи с подъемом сезонных респираторных заболеваний подъем температуры и признаки ОРВИ не всегда значит, что это коронавирус. Поэтому член семьи должен тоже остаться дома, к нему вызывается врач, независимо от того, что это взрослый участковый врач или фельдшер скорой помощи, либо это педиатр к ребенку вызывается. Все остальные члены семьи живут в обычном режиме. Если же член семьи получает результат теста положительный, тогда всем необходимо остаться дома. Эти тесты попадают сначала в межрегиональное управление 135, который выносит постановление о карантине, который накладывается на членов семьи. Уважаемые десногорцы, обращаюсь к вам с огромной просьбой от лица всех медицинских работников нашего учреждения. Соблюдайте все правила поведения в условиях повышенной опасности распространения новой коронавирусной инфекции. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя, будьте здоровы!